Дед Мороз бывает и в погонах. Сотрудники регионального управления ФСБ привезли подарки своим подшефным. С Шуйским детским домом чекисты работают уже не один год. Посещают подопечных и зимой, и летом. В течение года проходит очень много больших мероприятий совместно с сотрудниками федеральной службы. Это футбол, мероприятия, КВН участвуют. Дети всегда очень с большим желанием ездят участвовать в этих мероприятиях. Всегда ждут, конечно, подарков. Новый год без подарков, сами знаете. В роли Деда Мороза и Снегурочки сотрудники службы безопасности. От такой работы под прикрытием одно удовольствие. Все 55 воспитанников в этом году писали письма Деду Морозу. Пожелания волшебник получил и добросовестно исполнил. Нужно сказать, что дети у нас идут в ногу со временем, дети современные. Соответственно, кукол и машинок в пожеланиях, которые они прислали нам, было очень-очень немного. Но куклы были, да. И в основном дети просили то, что им нужно в сегодняшней жизни. Это телефоны и планшеты. И, соответственно, что просили, то дети и получили в меру сил, возможностей. Воспитанникам детского дома от 7 до 18 лет взрослые ребята предпочли в качестве подарка гаджеты. Я у Деда Мороза попросила планшет. Очень о нем мечтала. И нужен мне для того, чтобы фильмы смотреть какие-нибудь интересные. Особенно люблю животных. Люблю смотреть передачи про них, особенно про обезьянок, про рыб. У нас в группе аквариум. Увлекаюсь ими. Потом может поиграть. Завидую некоторым, у кого есть игры. Больше всех празднику радовались малыши. Ведь они искренне верят в Деда Мороза и новогоднее чудо. Андрей получил приставку, о которой мечтал весь год. Но испытать подарок в действии мальчик не спешит. Я не буду пока что открывать. Почему? Не хочется. Я открою, когда будет Новый год. Маленькая Света получила от Деда Мороза большую ходячую куклу. Ростом игрушка с хозяйку. Девочка настолько обрадовалась, что пообещала никогда не расставаться с новой подружкой. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.